В этом году Дальневосточный Федеральный Университет организовал очередную партию летних школ, как для иностранных студентов, преподавателей и учителей, так и для обычных школьников. Учащиеся старших классов из Южной Кореи сегодня опробовали некоторые из бонусов этой инициативы ДВФУ, посетив за один день сразу два мастер-класса. Первый в списке – урок русских народных танцев. К слову, ребята сами настояли на выборе именно этого вида хореографического искусства. Я рассказала немножко об истории русского танца, о его основных элементах. И сейчас потихонечку, по мере сложности, увеличения сложности, даю им какие-то шаги, движения, которые они пытаются повторить. Даже за первое занятие корейские школьники сумели освоить азы движений в этом непростом виде танца и смогли выучить основную композицию. В следующий раз, уверена преподаватель, они и в присядочку станцуют. Нам очень понравилось. Правда, тяжело с непривычки, но мы будем стараться. Было очень весело. Изрядно вымотавшись, делегация из двух десятков иностранцев-старшеклассников двинулась к следующему пункту программы летней школы ДВФУ – мастер-класс по лепке пельменей. Ведь именно это блюдо часто стоит в одном ассоциативном ряду, вместе с борщом и балалайкой, когда речь идет о России. Вначале краткий экскурс в историю блюда, из которого становится ясным, что пельмени в том или ином виде были, наверное, у всех народов мира. В русской кулинарии они появились в 15 веке, а корейские школьники тем временем приступили к созданию своих. Мы делаем тесто, первый этап, замешиваем тесто, потом готовится фарш у нас, это мясо, грубленное мясо с луком, можно туда чесночок по вкусу добавить, соль, перец. Раскатывается тесто. А после в него заворачивают все самое вкусное. Здесь главное терпение и аккуратное отношение к объекту, чтобы не развалился и не разварился. По окончании мастер-класса ребята поели собственные стрипни и двинулись на море. Впереди у них еще немало пунктов программы летней школы на острове Русский. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.